Достоинства, я думаю, ну я просто чисто так узкий специалист, это, во-первых, это оперный театр, не в каждом регионе есть оперный театр, вообще вот это Дальний Восток, Сибирь, да, ну после Новосибирска, ну хорошо Красноярск, но это большие города такие, оперный театр. Если его как следует вложить деньги, вообще оперный театр это вообще дорогостоящие, ну как бы сказать, явления, и просто так, там что-то немножко денег дадут, ну так оно и будет. Потому что это все-таки элитарные театры, оперные, балетные, элитарные, поэтому и все тележеор, режиссеры, они очень долго стоят, певцы очень долго стоят, балетные тоже. Но зато, когда они выходят на сцену прекрасные, какое потрясение испытываешь. Вот ни одно, я не думаю, что ни одно, ни одна деятельность человеческой, да, жизни, ну чем бы человек ни за него, конечно, великолепные все профессии, замечательные, каждый, даже вообще человек, который там убирает улицу, он тоже, если человек с фантазией, он тоже это делает, довольно, ну так, интересно, для себя какие-то делает такие акценты или еще что-то. Но музыка все-таки, она очень задействует глубинные чувства, такие, которые даже человека не подозревает. Человек это как спящее какое-то существо, так скажем, спящее, а вот музыка, она внутри возбуждает необыкновенные чувства. И он навряд ли где еще найдет эти, в интернете навряд ли, ну, фильмы это так немножко поверхностно затрагивает. Ну, вот, я не могу ни с чем сравнивать абсолютно в этой жизни. Ну, может быть, когда человек в космос летит, наверное, такое, что заодно у меня будет. А вот музыка, она вот очень, ну, как это, как сказать, какая-то терапия сумасшедшая. И в то же время дает возможность человеку взглянуть вовнутрь себя. Почему после концерта? Ну, это, конечно, наверное, не всем дано, но, а я вообще думаю, что это всем дано. Просто каждый приходит на концерт, думает, я ничего не понимаю, он так и не будет понимать. Расслабься и просто слушай. А для того, чтобы до человека донести все это, нужен хороший оркестр, хорошие певцы, хорошие балетные. Естественно, прекрасные установки нужны. Ну, у нас есть театр, у нас есть и оркестр, у нас есть хор, у нас есть все. Все. Но, так, ну, этот вот вопрос вы задали, ну, какой-то очень получился широкий. А недостатки какие-нибудь есть в Бурятии? Конечно, много недостатков. Ну, во-первых, это все-таки удаленность очень большая от культурного, культурного, вот такого, как бы, мегаполиса. Вот, это сказывается во всем, начиная от вообще быта, ну, наших горожан, нашей республики. Ну, во всем это сказывается. И кончая, конечно, вот темпоритмом, который вообще есть в мире, ну, в больших городах. Хотя, с другой стороны, может быть, этот темпоритм особый, кто знает, может быть, как раз на Западе люди ищут тут именно этот спокойное течение времени. Время здесь течет очень медленно, так спокойно. Вот тут время ощущаешь. Вот как-то такая текучесть есть. Может быть, это хорошо, а может, это плохо, я не знаю, я не могу определить. Но я, например, привыкла здесь. Хотя я много ездила, я 4 года жила в Китае, там совершенно другая жизнь, темпоритм, вообще, все, абсолютно, все сжато. А здесь, вот. И, конечно, ну, и вот на этом фоне и все вот уже вытекающие последствия. Отрицательные всякие. Люди долго включаются. Это не значит, что они долго соображают, ни в коем случае. Все очень хорошо соображают. Но долгое включение идет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА